Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в третьем уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке мы уже начнем знакомиться с вами с программой Adobe Muse. Это специальная программа для создания Landing Page страниц. Сейчас перед вами вот такой значок данной программы. Вы должны были его скачать и установить на компьютер. Если же вы его еще не скачали, то в первом уроке, как это все делается, я подробно объяснил. Итак, запускаем программу. Вот такое приветственное окно. А если вы первый раз запустили программу, у вас вот здесь вот проектов не будет. Это мои проекты. Здесь нужно нажать новый сайт. Это окно предварительных настроек. Здесь в принципе стоит все правильно. То есть здесь менять ничего мы не будем. Нажимаем ОК. Следующее. Кликаем два раза вот по этому белому окну. И перед нами открывается белый холст, где в принципе мы и будем с вами создавать Landing Page. Здесь блоки все можно перемещать. Сразу хочу сказать, что скорее всего, если вы первый раз запустили программу, у вас будет выглядеть все иначе. Вот, например, глифы. Например, смотрите, можно зажать мышку и вот так вот перетаскивать блоки в разные места. Если какого-то нужного блока нет, который вам понадобится, то вот здесь вот есть кнопка ОКНО. И нужно знать название ваших инструментов. И напротив нужно поставить галочку. Тогда блок будет активирован и будет виден вам в программе. Давайте сразу договоримся, что я не буду вам по каждому инструменту проходить, говорить, как он называется, за что он отвечает. В процессе изучения этой программы я считаю быстрым способом обучиться. Наглядно понятно, а самое главное, что это будет откладываться у вас в голове. И вы завтра не забудете, какой инструмент за что отвечает. Для этого мы будем с вами сразу создавать сайт. Я буду объяснять все свои шаги. И информация в таком виде отложится у вас лучше. Мы с вами будем делать простенький сайтик. Для начала этой информации будет вам достаточно. Ну а позже будем делать более такие сложные вещи. Но они не столько сложные, сколько имеют просто гибкие настройки. Сама по себе программа Adobe News, она достаточно простая. Эта простота выражается в том, что у нее не так много инструментов, как, например, у Photoshop. Но, несмотря на эту простоту, здесь очень гибко и функционально можно настроить ваш лендинг-пейдж. За счет того, что на саму программу Adobe News уже сейчас очень много всевозможных виджетов. Виджет — это дополнительно какие-то расширения, которые усовершенствуют, улучшают, дают новые возможности для вашего лендинга. Об виджетах будет отдельный модуль, о бесплатных виджетах. Их тоже достаточно много. Будет отдельный модуль серии уроков, которые вы также сможете видеть в YouTube. И самое первое, что мы сделаем, давайте обратим внимание вот на эти ползунки, а именно на средний. Мы зажимаем его мышкой и тянем вниз. Это у нас высота страницы. Здесь пока делаем не точную высоту, просто ее немножко оттягиваем вниз, чтобы сайт был немного длиннее. Итак, с чего начинается создание лендинг-пейдж? Я начинал создание лендинг-пейдж с этого инструмента, инструмент прямоугольник. Это очень уникальный прямоугольник, в который можно заливать любой цвет, любой оттенок, любую картинку и так далее. Мы просто кликаем мышкой по этому прямоугольнику и от самого края нашего холста зажимаем и тянем мышкой до другого края холста и отпускаем. Сейчас он у нас прозрачный, но в режиме редактирования, то есть вот сейчас в программе, мы его видим, он помечен такими синими направляющими вот с такими вот маркерами, то есть вот этими квадратиками по бокам и посередине. Сразу я вам предлагаю вытянуть левую направляющую, чтобы нам определить центр нашего холста, то есть центр нашего лендинг-пейдж. Если у вас вот таких линеек слева и сверху нет, то горячими клавишами Ctrl-R они включаются и также Ctrl-R отключаются. И просто зажимаем мышку на линейке и тянем ее таким образом, чтобы у нас она засветилась, смотрите, красной линией. Значит, мы ее выставили четко по центру и отпускаем. Я немножко заглянул вперед. Вообще, что я хочу сделать? Какой сайт? То есть я буду делать сайт именно по специальному примеру. Я быстро тут набросал наброски. Для этого мы можем в другой вкладке открыть еще один сайт, который я здесь сделал. Файл. Открыть сайт. Он у меня называется тестовый. Открыть. Сейчас вы просто смотрите. Значит, я набросал сайт. Сейчас я сделаю предпросмотр, чтобы немножко вам пояснить. Файл. Предпросмотр в браузере. Итак, предпросмотр в браузере. Программа позволяет нам просматривать сайт. Как он действительно будет выглядеть, когда у нас сайт будет готов и сайт будет выгружен на хостинг. Что такое хостинг, если вы не знаете об этом все позже. Я сейчас предлагаю повторить вот этот сайт. То есть он, конечно, еще не закончен. Это лендинг для моего продукта, который уже создан, который уже запущен, но для него нет отдельного лендинга. Поэтому я решил не просто создавать какой-то простой сайт, а я решил сделать дополнительный лендинг для этого продукта. Это будет отличным примером для вас, чтобы начать, чтобы стартануть, чтобы более-менее понимать, как создаются сайты-одностраничники лендинг-пэйдж в программе Adobe Muse. То есть мы будем смотреть, равняться на него как пример и создавать. Здесь у меня уже подобран цветовая гамма. Кстати, вот она. Я просто картинку не удалил, поэтому она здесь сверху лежит. Видите, да? Мы с вами это уже проходили, палитру. Поэтому вы также подготовьтесь. Найдите, куда вы скопировали вот эту палитру. Значит, нашли палитру на вашем сайте. И мышкой можно вот так просто перетянуть ее в нашу программу и отпустить мышку. У нас появляется она вот так вот в уголке картинки. У нас появляется маленькая такая курсор. Если мы кликнем, она откроется в оригинальном размере. Но если мы зажмем, мы можем контролировать ее размер. Вот таким образом. То есть я зажал левую кнопку мыши и вот таким образом двигаю. Здесь делаете размер тот, который вам больше подходит. И отпускаем. Это всего лишь JPEG картинка. Мы с каждого цвета будем брать пипеткой нужный этот оттенок. Как я уже говорил, чтобы сохранить цветовую гамму, целостность. А когда сайт будет готов, мы ее, конечно же, с сайта удалим. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем, где мы продолжим создавать наш первый лендинг пейдж. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...